Я хотела бы горячо поприветствовать министров, присутствующих на сегодняшнем заседании. Ваше участие в подтверждении важности данной темы, которую мы сегодня обсуждаем. Согласно правилу 37 временных правил процедур совета, я приглашаю представителей Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Ирландии, Израиля, Италии, Нидерландов, Филиппин, Румынии, Украины и Вьетнама к участию в заседании. Решение принимается. Совет Безопасности переходит к рассмотрению пункта 2 повестки дня. Членам совета представлен документ С-2015-2562. Текст проекта резолюции, представленной Австралии, Бельгии, Канадой, Франции, Германии, Ирландии, Израилем, Италией, Малайзией, Литвой, Нидерландами, Новой Зеландией, Филиппинами, Румынией, Испанией, Украиной, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Соединенными Штатами Америки. Я передаю слово членам совета, желающим сделать заявление до голосования. Я передаю слово его превосходительству господину Лео Тьон Милаю, министру транспорта Малайзии. Спасибо, Ваше превосходительство, уважаемый господин председатель. Проект резолюции, представленный сегодня Совету, представлен Малайзии от имени стран, участвовавших в совместной группе по расследованию по поводу сбитого малайзийского рейса. Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. Именно от их имени, а также от имени своей собственной делегации, я попросил слово для разъяснения нашей позиции. Год назад, 17 июля, международное сообщество было потрясено новостями о сбитом гражданском рейсе MH17 на территории Восточной Украины. Совет единодушно прореагировал, приняв резолюцию 21-66 на основе консенсуса. Через несколько дней после этого данная резолюция осудила инцидент и призвала к полному, тщательному и независимому международному расследованию согласно руководящим принципам гражданской международной авиации и призвала все стороны к полному сотрудничеству в рамках международного расследования и потребовала, чтобы виновные были привлечены к ответственности и чтобы все государства проявили полное сотрудничество с усилиями по установлению ответственности. С тех пор независимое расследование в области безопасности было проведено по Чикагской конвенции, а также по руководящим принципам ИКАО. Расследование возглавил Нидерландский совет по безопасности. Украина передала соответствующий материал данному совету. Расследование ввели эксперты из ряда стран, включая Австралию, Францию, Германию, Российскую Федерацию, Индонезию, Италию, Украину, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки. Одновременно, но отдельно от данного расследования, правоохранительные органы Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов, а также Украины, сотрудничали в рамках совместной команды по расследованию для проведения уголовного расследования по поводу инцидента со сбитым воингом. Данная группа провела расследование для осуществления призыва Совета безопасности в результате следующего отжима к полному, тщательному и независимому расследованию данного инцидента. ООН выразила уверенность в том, что следствие осуществляется в соответствии с международными стандартами. В первую годовщину данного события генеральный стран Пангимон приветствовал прогресс независимого международного расследования согласно резолюции 2166. ИКАО также выразила свою поддержку ведущемуся международному независимому расследованию. Год назад Совет потребовал установить ответственность в резолюции 2166. И сейчас пришло время, чтобы Совет четко и решительно действовал для того, чтобы продемонстрировать свою политическую волю и готовность установить ответственность в связи с бездушным убийством пассажиров Боинга. Именно сегодня. Поэтому от имени стран, участвующих в совместном расследовании Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. Малайзия просит Совет принять действия в связи с проектом резолюции для создания специального международного уголовного трибунала. Важно, чтобы Совет безопасности занял четкую и решающую позицию и действовал по статье 7 Устава ООН против виновных за сбитый рейс MH17. И послал четкий, очень четкий сигнал все большему числу негостарственных формирований, которые имеют возможность носить удары по гражданской авиации, о том, что такие нападения неприемлемы. Таким образом, учреждения Международного трибунала Советом безопасности пошлют четкий сигнал о том, что международное сообщество привержено принимать меры против тех, кто угрожает Международному миру безопасности, ставя под угрозу гражданскую авиацию. Все, кто использует воздушный транспорт, больше будут рисковать, если виновные не понесут ответственность. Международный трибунал также будет оптимальным форматом для обеспечения правосудия в интересах семей погибших и будет содействовать выполнению обязательств по осуществлению сотрудничества международного сообщества в рамках такого трибунала. Господин председатель учреждения трибунала до завершения уголовного расследования также обеспечит, чтобы создание его было деполитизировано. по мере возможности и соответствовало своей собственной практике Совета безопасности в отношении других специальных трибуналов и судов. Вне зависимости от того, кто виновный, мы должны сделать так, чтобы рука правосудия достигла их и безнаказанности не было. Кроме того, проект устава трибунала с приложением 2 к проекту резолюции сделает так, чтобы независимость суда и обвинителя были обеспечены, а также чтобы у обвинителя были полные возможности для проведения своего собственного расследования. Господин председатель Малайзия вместе с странами, которые участвуют в совместной расследовательской группе, сотрудничают со всеми членами Совета безопасности для разработки проекта резолюции. Мы провели консультации по проекту резолюции и устава в рамках Совета и ведем большую информационную работу как в Нью-Йорке, так и за его пределами, для объяснения нашей резолюции, а также для регулирования возможных обеспокоенностей среди членов Совета и стран, которые скорбят по погибшим. Мы благодарим всех за усилия и благодарим тех, кто выступил с авторами резолюции. По мере внесения резолюции на голосование я обращаюсь ко всем членам Совета учитывать призывы к обеспечению справедливости и ответственности ради семей жертв, потерявших близких, а также учитывать обещания Совета обеспечить ответственность в резолюции 2166. Помните, мы должны показать, что мы должны послать четкий сигнал против безнаказанности. Семьи и близкие жертв упавшего рейса ожидают от нас никак не меньше этого. Мы просим совет поддержать нашу инициативу. Слова не могут выразить, насколько глубоко заинтересованы близкие и насколько затронута их судьба этими событиями. У них по-прежнему есть надежда найти успокоение, по крайней мере, в единой поддержке, которую мы выражаем в Совете, а также в тех действиях, которые примет Совет безопасности в связи с данной резолюцией. По этой причине Малайзия будет голосовать в поддержку нынешнего проекта резолюции. Мы призываем всех членов Совета сделать так же. Спасибо, господин председатель.